Всем привет! Днепр на связи. 13 мая, 22.30. Друзья, день насыщенный по событиям, начиная с утренних, да, потом днем. Мелькала разная информация. Там, кстати, писали, что российское ПВО сбило в небе, в воздушном пространстве России, самолеты, вертолеты. Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, в любом случае, была это Россия или Украина. Официально подтвердили сбитие двух вертолетов. Самолеты Су-34, Су-35, которые стоят по 100 миллионов долларов. Также экипажи этих вертолетов, самолетов погибли. Много хвалебный ход было. Много в информпространстве радости по этому поводу. Сейчас мы можем, друзья, с вами, возможно, увидеть обратную сторону медали. Есть информация о том, что уже на 22.00 по состоянию взлет 7 тушек. Также взлет МиГа-31К потенциального носителя ракет Кинжал. По Украине у нас еще нет тревоги, но я думаю, это вопрос времени. В Западной и Центральной области уже сигнал воздушной тревоги вовсю сообщают о каких-то воздушных целях Винницкой области. Пока что неизвестно, что это. Скорее всего, беспилотники. Некоторые источники, телеграм-каналы уже в целях пиара писали, что калибры в воздушном пространстве Украины Эта информация по состоянию на запись видео 22.30 не соответствует действительности. Никаких ракет на данный момент в воздушном пространстве Украины нет. Не знаю, зачем наши же источники разгоняют эту панику. Хотят хайпануть и так далее. Но не одобряя подобные методы хайпа. В общем, к чему все это, друзья? На данную минуту Ермак, офис президента, призвал не игнорировать тревогу. Областной совет призвал также не игнорировать тревогу. Есть большой риск угроза удара, атаки по нам. Многие эксперты называют это местью, что, возможно, этой ночью россияне захотят отомстить за сбитые самолеты и вертолеты. В любом случае, я вам скажу так, сидеть и ждать каких-то пусков ракет не стоит. Так как выход, если это боевые вылеты, пока что они не подтверждены, там режим радиомолчания. Если это боевые вылеты российской авиации, то они подойдут к пускам, к зоне пусков примерно в 3-4 утра. То есть удар нас может ожидать уже утром. Все это время сидеть, чего-то ждать, друзья, не стоит. Я думаю, каждую область отдельно смогут предупредить об надвигающейся опасности. Но опять же, как нас всегда предупреждают с вами. Ракет на загроза, пройдите в Укайтя. Куда мы с вами в 3-4 утра пойдем? Эту тему мы уже сто раз мусолили. Не хочу к ней возвращаться. Поэтому здесь уже каждый будет надеяться на свою удачу. Повезет, не повезет. Несмотря на достаточно поздний час, народ все равно пасуется. Так что, друзья, такие дела. Ну, я вам скажу так уже по тенденции. Если об угрозе сообщают областные власти, особенно если сообщают офис президента в лице того же Ермака, значит, у них есть уже какие-то перехваты, есть какая-то информация, что что-то может быть. В общем, очередная непростая ночь. Возможно, перед обстрелами еще и пуски шахедов. В общем, друзья, всем добра, всем сил это выдержать. Возможно, опять же, вылет не боевой, тренировочный и так далее. Но последние именно такие ночные вылеты заканчивались ударами по Украине. Вы видите, что и прошлая ночь себя показала ударами. Хмельницкая область, Николаевская, Львовская все ощутили на себя. Не самое приятное последствие. Друзья, всем сил. Надеюсь, выйдем утром с хорошим настроением, с хорошими новостями. Ну, если уж что-то произойдет оперативно, буду держать вас в курсе дела. В любом случае, всем добра. Доброй ночи. И до нового выхода на связь. В Днепре на момент записи видео обстановка стабильная, спокойная.